В редакцию нашего телеканала с криком о помощи обратились жители села Широкая Татищевского района. В своем письме они пишут, цитирую, «В доме соседей умирает слепая девочка-инвалид. Ее не кормят, она всегда лежит голая под кроватью». В подтверждение своей жуткой истории жители села прислали и фотографию. Выяснилось, что речь идет о семье Шеладоновых, которые прославились далеко за пределами Саратовской области еще пять лет назад. Екатерина Ковальчук отправилась в село Широкое и попыталась разобраться в непростой ситуации. Сегодня мы поговорим о том, как получилось, что Татьяна оказалась в плену объятий родного отца. И как они посмотрят в глаза своим дочкам, когда те поймут, что их папа – их родной дедушка. Пять лет назад о семье Шеладоновых из села Широкое Татищевского района узнала вся страна. О своих чувствах собственной дочки, не стесняясь публики, рассказывал 60-летний пенсионер Василий. На момент выхода программы в их семье уже родились две дочки. Я постоянно плачу. Я ночью даже не могу спать. Безстыдник. Извращенец. Позор для семьи. Официальная жена пенсионера Василия и жители села взывали к совести странной семьи. А те продолжали рожать детей. Сейчас в их семье уже три девочки. Однако после того интервью Шеладоновы перестали общаться с прессой. Василий Тимофеевич! Теперь то, что происходит за высоким забором, закрыто от прессы. От соседей узнаем. Двое старших дочек здоровы. Живут полноценной жизнью. Вызывает опасения состояние третьей девочки – инвалида. Не раз официальная жена пенсионера Шеладонова рассказывала соседям, что их четырехлетняя Люба брошена на произвол судьбы. Голый лежит. Бабушка ее говорит. Не кормит. На молоке только на бутылке. А так вот. Ну совсем, говорит, не мытые. Я не знаю, мытые, не мытые. Плохо вижу. Вот. Говорит, не мытые совсем. Этот снимок сделан 10 мая. На полу обнаженный ребенок. Соседи утверждают, зашли в дом, чтобы взять деньги завода у Василия и тайно сфотографировали на мобильной телефонных дочку. Передали увиденное не только нашей редакции, но и в отдел по делам несовершеннолетних. Был осуществлен выезд. По данному сообщению была проверена данная семья. Семья Шеладонов дала пояснение по факту данного происшествия и был составлен на Татьяну Шеладонову протокол по статье 5.35 КОАП РФ, то есть ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В результате чего данный протокол будет рассмотрен на заседании комиссии КДНЗП по отеческому району. И впоследствии данная семья будет поставлена на учет. Соседи Шеладоновых уверяют, пенсионер держит страхи все село. Сразу переходят на кулаки и резкие высказывания. А потому многие предпочитают молчать. Подействовать на сознание пытались даже при помощи священнослужителя. Таня, не рожай больше. Ему не век жить-то. Умрет. Что будешь делать-то? И при том тебе сказали, Таня, поп, когда приезжал, говорит, ты что рожает-то на год? Вот не дай бог, что с ребенком случится, говорит. Ни кровь ты ничего не возьмешь. Это все несовместимо, говорит. Вот. Ты не вылечишь ничего. Ну, да ем все. А тут, на тебе, не буду рожать, главное. А еще раз его. Сейчас односельчане просят надзорные органы лишь об одном – приглядеться к семье. А девочку-инвалида принудительно изъять и передать в лечебное учреждение. Екатерина Квальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Поступившую в адрес редакции информацию от жителей села мы направили в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. Также о ситуации знают в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области. В ведомствах пообещали взять ситуацию под контроль.